Всем привет! Сегодня у нас небольшой обзорчик на маленький наборчик. Даже прям стихами заговорил. Итак, вот такой малюсенький ZIL-131 с кунгом в 72-м масштабе. Ценовая категория тут до полутора тысяч, тут даже до тысячи. Сейчас точно не скажу, как он везде, но в некоторых магазинах его вообще нету в наличии, поэтому сложно сказать сколько он стоит, но в большинстве самых популярных магазинов модельных наших он примерно от 400 до 430 рублей. Если есть у вас скидка, то там вообще от 380 рублей получается. Так что не очень дорогой наборчик, можно так сказать бюджетный. Отсюда все вытекающие последствия собственно. ICM фирма украинская, наборчик довольно старенький. Современные наборы у них уже довольно приличного качества, но вот этот вот у нас довольно такой простенький. Я собирал подобный масштаб от ICM. Это был у меня Ural цистерна от EZ-5. В сборке он меня порадовал, за исключением некоторых моментов, о которых я говорил во время сборки. Так что если кому интересно, можете поискать данный агрегат. Он должен быть на канале, вроде не удалялся. Перейдем непосредственно к самому набору. Тут вокруг да около было особо некуда ходить. Коробочка, как обычно, для ICM такая картонная, типа кейса. Ну и здесь один пакетик с перекладывается в нескольких пакетах бывает. Ну и, соответственно, небольшая декалька. Собственно, давайте ее сразу посмотрим. Я единственный вот из всей этой декали, когда смотрел набор перед обзором, не совсем понял, для чего даны у нас вот эти вот вещи. То есть вот у нас вот этот вот знак, что находится что-то огнеопасное и взрывоопасное. И вот сама надпись «Огнеопасно» на русском языке и на немецком. Прочитать я это не смогу, потому что у меня плохо с произношением немецким, но звучит что-то подобное, типа «Förgefachlich», что-то такое. Ну, простите, если я неправильно прочитал. А так, в принципе, у нас дается несколько вариантов. То есть советские номера у нас есть, есть польские номера, немецкие, украинских нету, хотя значок украинские есть, советская армия, значок, гвардия и российские. Ну и также можно сделать его, в принципе, ооновским. Хотя, честно говоря, не встречал в окраске ООН Зилов с Кунгом. Ну, наверняка есть, потому что командные пункты никто не отменял, даже в ООНовских войсках. Собственно, откладываем эту уже сразу сюда. Ничего не перекладывать не будем, потому что тут особо перекладывать-то и нечего. быстро пробежимся по, можно так сказать, инструкции. Почему я вот заострил внимание на этих надписях? Потому что о них ни слова в инструкции вообще. Как вы видите, здесь у нас получается два варианта. Один просто в зеленой окраске, защитной. И второй, можно так сказать, с подобием камуфляжа. И, собственно, ООНовского тоже нету. Мне так кажется, что это унификация с каким-то еще набором. Возможно, даже с Уралом. Потому что у ICM я не встречал Зилов с цистерной, но есть Урал с цистерной. Есть Зил 357, если я не ошибаюсь, с цистерной. Авиатопливозаправщик. Но насколько там какие декали, я не могу сказать. Но Зиловские очень похожи на Ураловские. Ну, вот именно эти. Ну да бог с ними. В принципе, нам дан такой черно-белый рисунок, по которому можно приблизительно определить, где куда рисовать. Но не более того. Ну и, собственно, дана литниковая рамка. Красным отмечено то, что не используется. То есть у нас есть такие детали, которые унифицированы, скорее всего, с бортовым Зилом. Ну и, собственно, сама инструкция. Инструкция, она свойственная старому ICM. Все в одну кучу, на одном листочке. В принципе, довольно все понятно. Единственное сразу, что бросается в глаза и настораживает уже моделиста, особенно будет настораживать это неопытных людей, кто возьмет, например, первым набором это. Это то, что у нас кабина дается одной деталью, и, соответственно, внутри кабины будет очень тяжело прокрасить салон. То есть салон вот он. У нас еще кусочек, это именно наши сидушки, куда устанавливается рулевая колонка с рулевым рычагом управления, педалей, но она вставляется вовнутрь, а внутри-то тоже надо двери прокрасить, стенку заднюю, потолок. То есть, ну, довольно проблематично туда подлезть. Это я знаю по сборке Урала. Там тоже была цельная кабина, и, ну, пришлось повозиться туда, задувать. Ну, а так, в целом, сборка не очень сложная. Я думаю, займет буквально там пару часов. Тут, наверное, дольше красить его придется, чем собирать. И надо вот, не знаю, как здесь с мостами. Вот на Урале были проблемы с мостами. Посмотрим, как здесь будет. Ну, давайте посмотрим. Пластик уже. Хватит про бумажки. Давайте посмотрим, что у нас тут. Содержимое пакета. Все оно навалено тут в один, как говорится, флакон. Так что буду аккуратно доставать. Хотя, признаюсь честно, я уже это все доставал. Ха-ха-ха-ха. Я это уже все смотрел, даже отфотографировал. Поэтому в конце будут фотографии. Итак, откладываем этот пакетик. В принципе, он мне даже и не нужен будет. Я его сейчас вот сгружу прямо в этот, в кейс. И ничего страшного не будет. Итак, вот давайте сразу посмотрим колесики. С одной стороны, хорошо, что они сделаны из двух половинок. Пластмассовые. Но с другой стороны, придется немножко их подшкурить. Ну, в любом случае, получится затертая шина. Отлито, в принципе, неплохо. Даже видны некоторые болты на дисках. И на запаске тоже видно все. Единственное, я вот... А, ну они просто дублированные. Все, все понял. Два одинаковых литника просто-напросто. Единственное, не знаю, как они там будут соотноситься лево-право. Это надо будет посмотреть. То есть, собрать. И какая из них... Наверняка может быть левая, правая сторона. Ну, не знаю. С виду они обе одинаковые. Вот такая вот у нас деталька. Это у нас как раз тот же самый салон. Здесь у нас явные следы от толкателей, которые надо будет убирать. Это по-любому. Ну и ничего тут особо примечательного нету, кроме вот этих двух толкателей. Двигателя нет. Собственно, он тут по большому счету не нужен. Вот она эта пресловутая кабина. Ну, что я могу сказать. Вот здесь вот придется по-любому чуть-чуть поработать наждаком. Или аккуратно лезвием ножа срезать. Вот тут явно облой виден у нас в этой вот форме нашего окна. Так же, как и здесь вот. Придется аккуратно все вот это вырезать. Ну, пресс-формы старые. Уже, в принципе, не мудрено, что появляется облойчик. Потому что модели, я так вот, если не ошибаюсь, более десятка лет это точно. Наверное, даже одна из самых первых моделей ACM в всеми сторонами. Но могу ошибаться. Вот здесь вот явный литьевой шов. Его тоже надо будет вот это вот все счищать. В принципе, кунг нам не страшен, грубо говоря. Здесь все грубо обрабатывается. Выводится в ноль, чтобы не было вот этих стыков таких явных. И все. И потом по фотографиям посмотреть. Может где-то швы какие-то сделать. Вот. Ну, в принципе, одной деталькой и все. Можно прямо начинать красить даже. Это пол кунга. И еще какие-то деталюхи, имитирующие нам какую-то канистру. Вот они, кстати, по-моему, и не используются. Вот это вот. Если мне память не изменяет. Да, по-моему, они как раз красным и помечены. Да. Вот эти вот. У нас используются только вот эти две. Ну, это, скорее всего, маслобак или что-то подобное. Я вот не смотрел, куда это располагается. И вот самая главная проблема всех старых ICM-овских наборов. Это отсутствие номеров деталей на литниках. То есть вот в инструкции они есть. А на самом литнике их нет. Так что придется играть в квест. Здесь у нас вот эта лопата не нужна. Ну и, соответственно, это. Вот. Ну а так все остальное, по-моему, ставится. Вот лесенка на кунг. Какие-то эти вентиляционные наши тоже короба на кунг. Вот. Ну и, можно так сказать, имитация двигателя. Но посредственная. То есть это вид снизу. Чисто. Ну, одной деталькой отлито и поставится все. Тут еще кое-что навесится. Но, в целом, это одна деталь. Вот она у нас одна деталь рамы. Вроде как прямая. Не знаю, как ее там, поведет, не поведет. Если мы ее отрежем, будем проверять потом. Вот они наши мосты. Коленвалы. Точнее, нет. Не коленвалы, а эти. Приводные валы. Рессоры. Это, я так понимаю, кулаки тормозные. Вместе с этим, с диском тормозным. Я могу в терминологии ошибаться, и вы не слушаете. Что я тут несу? Автомобилисты меня сейчас там, наверное, порвут за название. Вот у нас топливный бак. Приборная панель. Можно так назвать. Бардачок, где это что-то похожее на рессоры. Ну и вот самое печальное, это вот, конечно, вот это вот. Здесь придется очень сильно вырезать вот это все дело. Вот эти решетки. Может даже и без них, наверное, лучше собрать. Тут я вот это боюсь предположить, что это за тяга такая или провод. В общем, от чего-то куда-то какие-то провода. Возможно, это даже выхлопная система, скорее всего. Ну, судя по ее витой такой. Да, наверное, это часть выхлопной системы. Ну, рулевая наша колонка вместе с рулем. Противоскользящий. Ну, только в одном экземпляре почему-то. Подножка противоскользящая. Ну, не знаю. Ну и стеклышки. Доставать я их не буду. Это у нас в кунг идет стекла. А это уже непосредственно кабины стекла. Они с виду довольно прозрачные. Но я знаю, что они очень боятся матового лака. Они вообще просто темнеют. Как будто их там, я не знаю, туман какой-то посетил. В общем, вот такой вот маленький наборчик. Долго я про него болтал. Но, я думаю, было вам интересно. Сейчас будут несколько фотографий. Не знаю, насколько у меня получилось передать это все. Чтобы вам было там видно. Ну, в любом случае, спасибо всем за внимание. И всем до новых встреч. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok